Всем привет! И в этом видео я хочу поделиться с вами своими пустыми баночками. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Не обращайте внимания, я немного приболела и поэтому буду гундосить. Если вам, конечно, это мешать не будет смотреть мое видео, то, конечно, наслаждайтесь. И начну я со средств по уходу за лицом. Как обычно, у меня закончился гель для умывания от зеленой аптеки, шелфей. В общем, идет он для кожи, склонный к высыпаниям. В общем, я довольна этим гелем, я уже много раз о нем говорила и уже устала. Наверное, показывать его больше в видео не буду, так как уже все видели, кто смотрит мой канал. Поэтому я не буду уже его показывать, это мой мастхев. Так что вот закончился очередной бутылек. Еще закончился у меня лосьон, мягкий лосьон для снятия макияжа с век. Это от чистой линии у меня. И я им довольна, мне оно нравится, очень бюджетно и очень хорошо работает. Для, конечно, чувствительных глаз я не посоветую, но мне нравится. Хотя у меня бывают чувствительные глаза, поэтому щипет, конечно, иногда, когда есть чувствительность. А так в обычные нормальные дни, когда у меня все нормально с глазами, просто обычное средство, обычная какая-то водичка, которая снимает макияж. Так что вот я им довольна. Еще один тоник закончился у меня. Это увлажнение и свежесть. Очищает и освежает. Возвращает коже тонус. Алоэ, розовая вода. От 100 рецептов красоты. Неплохо увлажняет. В принципе, хорошее средство. Но оно как-то мне вот поднадоело. У меня еще вторая баночка. Где-то вот столько там осталось. И я просто не могу допользовать его. Потому что он мне поднадоел. И, наверное, пока остановлюсь, допользую вторую баночку. И не буду больше приобретать. Но средство неплохое. На зиму я, наверное, приобрету, чтобы немножко увлажнять лицо. И не травмировать его никакими другими тониками со спиртом. Так что могу посоветовать. Хотя, я думаю, все уже знают об этом тонике. Но довольно-таки бюджетное средство. И неплохо работает. Еще закончились у меня 2 бутылечка салициловой кислоты. Я как-то говорила в одном из видео, что я пользуюсь салициловой кислотой. Протираю лицо. И мне нравится это. Сейчас я почему-то последнее время, из-за того, что мне поднадоел вот этот тоник, я пользуюсь только салициловой кислотой. Но знаете, что хочу сказать? Салициловая кислота, которая 2% или 1,5%, она мне ужасно сушит лицо. Она мне сушит лицо и делает мою кожу какой-то пористой и какой-то упругой сильно, какой-то жесткой. Поэтому я решила попробовать 1% и что хочу сказать? 1% салициловой кислотой протирать лицо намного лучше, потому что нигде ничего не щипет, нигде ничего не печет, нигде ничего не сохнет. Для меня он работает просто как обычный тоник. Так что, если вы еще не пробовали, могу посоветовать для жирной кожи, либо для очень жирной кожи, попробуйте. 1%, 1,5%, 2% я не советую. 2% лучше наносить точечно на какие-то прыщички. Но именно 1% я беру на ватный диск, выливаю определенное количество и протираю лицо, как обычным тоником. Я просто в восторге. Вот уже 2 бутылька я только за месяц использовала. Поэтому, я думаю, это само за себя говорит. Еще у меня закончился корректор от Evelyn. Здесь корректор плюс хайлайтер. Хайлайтер тут никакой. Как вы можете заметить, я уже довольно-таки изрядно попользовалась. Прикончила, можно так сказать. Уже все оттуда выковырила. Я довольна этим корректором. У меня в нескольких оттенках он есть. Сейчас это у меня оттенок, по-моему, 0,6. Сейчас я пользуюсь 0,6 оттенком. Я сначала его наношу и у меня есть 0,5 оттенок, который я наношу уже потом поверх. Он идет с таким немного выбеливающим эффектом. Получается, выбеливает и подсвечивает эту зону. Так что, я могу посоветовать для тех, кто ищет бюджетный корректор. Довольно-таки неплохая штука и совсем стоит копеечки. Так что, могу посоветовать. Еще я прикончила, именно прикончила, потому что он меня просто достал. Это крем для рук от бархатных ручек. Комплексный называется. И что заявлено производителем. Интенсивно увлажняет и питает кожу. Способствует укреплению ногтей. Питает кутикулу. Протеины молока, витамины А, Е, Биатон. В общем, питает руки, все. Но мне очень не нравился запах. Я в видеопокупках, не помню какого месяца, показывала его, что я им попользовалась. Запах пудровый, очень такой старой пудры. Меня он отталкивал. Я им пользовалась только дома, на ночь. И то так, с неохоткой. Но допользовала. Все хорошо, ничего не могу сказать. Но запах, запах ужасный. Поэтому я чисто из-за запаха больше его не куплю. И закончилось у меня мыльце вот такое вот. От Арифлейм. Мехико. В общем, я довольна этим мылом. Запахи у них офигенные. Не знаю, даже моему молодому человеку понравилось. Так что, я, наверное, буду лучше в Арифлейме покупать. И не париться, тратить деньги, кучу денег на непонятные мыла, которые у нас в магазине продают. Продавцы-консультанты не знают вообще, что за запахи, что за мыло. В общем, ничего посоветовать не могут. Берешь на Абун и потом плюешься. Поэтому лучше взять это. Оно проверено. Оно мне нравится. Оно нравится нашей семье. И поэтому могу посоветовать. И еще закончилось мыло у меня от чистой линии. Я показывала его в покупках. Это крем-мыло антибактериальное с увлажняющим кремом и экстрактом шалфе. Защита и увлажнение. Я его попробовала. Реально, девочки, увлажнение есть. Даже на моей такой какой-то раздраженной, какой-то сухой местами кожи. Увлажнение есть. Даже не то, что может быть увлажнение. Получается какой-то эффект такой мягкости. Вы не чувствуете прям такое увлажнение, что ваша кожа как-то увлажнилась. А именно какая-то мягкость. Нет этого зуда. Может быть, я рассказывала, что у меня высыпание на некоторых участках тела. И получается у меня после мытья любым мылом, неважно каким, любым гелем, у меня просто зуд, у меня больше воспаления. И после этого мыла, честно вам скажу, у меня нет никакого зуда, у меня никакого воспаления. Так что я довольна этим мылом. И если вы хотите, даже, я думаю, можно для деток, не маленьких, конечно, ну, таких вот, там, 5-6 лет, как бы, кто любит мылами пользоваться, могу посоветовать. Кстати, хорошее. И о наболевшем, так как у меня не слаживалось никогда с шампунями, какие я не возьму, до половины у меня получается с ними просто какой-то конфликт, просто ужас. И этот шампунь я приобретала, я не знаю, с какого каталога, наверное, с первого или второго каталога в этом году я приобретала. Здесь 700 мл, это у меня восстанавливающий шампунь, ополаскиватель 2 в 1, красный клевер и черная смородина для сухих и безжизненных волос. В общем, в принципе, может быть, для сухих и безжизненных волос он и подойдет, но для моих жирных волос, ну, у меня сухие кончики, как бы, мне не подходит. Да, волосы были мягкие вначале, такие шелковистые, блестящие, все мне нравилось, но опять же, у меня больше половины оставалось уже, и кожа просто жирнилась, кожа чесалась, у меня был зуд. Я просто вначале не могла понять, из-за чего это, и в итоге вот потом дошло до меня, когда я перестала пользоваться этим шампунем и купила, по-моему, от 100 рецептов красоты, я поняла, что это дело в этом шампуне. И еще раз убеждаюсь, что шампунь и ополаскиватель два в одном, как бы, это, я даже не знаю, как сказать, это, наверное, вообще ущербные продукты, которые не предназначены для пользования. Я, к примеру, бальзам не наношу на корни, так как у меня жирные корни и сухие кончики, я бальзам не наношу на корни. Поэтому, когда мне нужно промыть голову, я все равно этот шампунь с ополаскивателем наношу на корни, и, соответственно, у меня жирнится голова намного быстрее, и она будет чесаться правильно, потому что я употребляю этот ополаскиватель с шампунем каждый день практически, когда мою голову. Неплохой, конечно, шампунь, но не для меня, и я раньше брала какой-то шампунь, не помню, какой, с каким-то таким вкусным ароматом. Он мне подходил раньше, все было хорошо, но я брала маленький бутылек. Может быть, из-за этого, что маленький объем, как бы, я им попользовалась, попользовалась, выбросила, и потом стала пользоваться другим. Этим шампунем, наверное, однозначно нельзя пользоваться все время, нужно делать какие-то передышки, потому что здесь, наверное, какие-то добавки, не знаю, какие, в общем, я в составах не соображаю, поэтому... Я знаю, что многие пользуются шампунями от Эйвом, но это не мое, и я навряд ли еще когда-нибудь куплю. У меня оставалась полбутылька, и я просто мыла кисточки им, потому что приятный запах, кисти мягкие из-за него, а так пользоваться нет больше никогда. Ну вот и все, что я вам хотела показать, что я хотела рассказать. Надеюсь, вам было интересно это видео. Если что, задавайте вопросы, буду рада. В общем, всем удачного дня, всем спасибо за внимание, и до новых видео, всем пока-пока.